1. У вас есть маленькая ферма в Гондурасе, диктатор приходит к власти и говорит, «Я понимаю, по бумагам вы владелец фермы, но в правительственном компьютере владельцем записан мой друг». Эрнандо Де Сотов, величайший латиноамериканский экономист, считает эту проблему первостепенной, в плане того, что мобильность экономики важнее, чем счет в банке. Так как без законного права собственности на свою землю вы не можете взять под нее кредит и не можете планировать будущее. Сегодня компании совместно с государством разрабатывают способ закреплять право собственности с блокчейн. Тогда изменений туда внести не удастся, как и взломать. Это создает условия благосостояния для миллиардов людей. Второе. Многие авторы говорят о компаниях Uber, Airbnb, TaskRabbit, Lyft и так далее, об экономике совместного потребления. Идея впечатляющая. Люди могут собираться вместе, создавая и разделяя богатства. Я считаю, эти компании на деле ни с кем не делятся. По сути, они и успешны, потому что ни с кем не делятся. Они собирают услуги вместе и потом продают их. Что если бы вместо Airbnb, корпорации стоимостью 25 миллиардов долларов, существовало бы распределенное приложение в блокчейне, назовем его BeAirbnb, владельцами которого были бы все владельцы комнат для сдачи в аренду. Когда нужно снять комнату, вы обращаетесь к базе данных на блокчейне, вводите критерии, происходит отсев, находится подходящая комната, а затем блокчейн помогает с договором, обозначает стороны, занимается оплатой по цифровым каналам, встроенным в систему, и даже занимается репутацией. Если комнату оценивают на пять звезд, она в системе, с оценкой, перманентной. Нашествие ведущих компаний совместного потребления в Кремниевой долине можно приостановить, и это будет способствовать процветанию. Третье. Это денежные переводы. Повсеместная диаспора. Люди, уехавшие из земель предков, посылающие деньги домой своим семьям. Годовой оборот сейчас 600 миллиардов долларов, и он растет, и этих людей буквально обдирают. Аналии Доминго, домработница, живет в Торонто. Ежемесячно она посещает офис Western Union с наличными деньгами для пересылки их матери в Манилу. Это стоит 10% от платежа и занимает от 4 до 7 дней. Ее мать не знает точных сроков, весь процесс отнимает у нее 5 часов в неделю. Полгода назад Аналии Доминго использовала приложение на основе блокчейн, которое называется Абра. С мобильного она послала 300 долларов. Они пришли напрямую на телефон ее матери, без посредников. Потом мама смотрит в мобильник, где интерфейс похож на Uber, и он показывает служащих Абра поблизости. Она нажимает на служащего с высоким рейтингом в 7 минутах от нее. Парень приходит к ней домой, отдает филиппинские песо, она кладет их в кошелек. Весь процесс занял минуты и стоил 2%. Это шанс увеличить благосостояние. Четвертое. Ценнейший актив цифрового века — данные. Сегодня есть компании, занимающиеся созданием персонифицированных черных ящиков, вроде вашего виртуального досье. Этот черный ящик следует за вами, когда вы путешествуете, и он настоящий скряга. В том смысле, что дает только крупицу требуемой информации. Касаемо многих операций, продавцу и не нужно знать, кто вы. Ему только нужно знать о факте оплаты. Ваш цифровой профиль накапливает всю эту информацию, и ее можно монетизировать. Самое замечательное, что это также помогает защищать личные данные. А уважение личного пространства — это основа свободного общества. Давайте вернем создаваемые нами активы под собственный контроль. Сами будем владеть своими данными и управлять ими ответственно. Наконец, пятое. Огромное количество авторов контента не получают справедливое вознаграждение из-за несовершенства системы интеллектуальной собственности. Ее испортило первая эра интернета. Например, музыка. Музыкантам достаются крошки на конце всей цепи избыта. Будь вы композитором 25 лет назад, и написав хит, разошедшийся миллионным тиражом, вы могли бы получить роялти в размере 45 тысяч долларов. Сегодня, если вы композитор, и напишите хит, который выйдет миллионным тиражом, вместо 45 тысяч вы получите 36 долларов. В принципе, на вкусную пиццу хватит. Имоджен Хип, автор и исполнительница песен, лауреат премии Грэмми, сегодня выкладывает музыку в среду блокчейн. Она ее называет мицелий. Музыка имеет свой защитный договор. Музыка защищает свою интеллектуальную собственность. Хотите послушать песню? Это либо бесплатно, либо стоят микроценты, идущие на цифровой счет. Хотите вставить песню в фильм? В фильме условия меняются, и все IP-права специально оговорены. Создать мелодию для звонка — условия другие. Описывается, как песня становится бизнесом. Песня там, на этой платформе, сама продается, защищает свои авторские права. Так как у песни есть платежная система, вроде банковского счета, все деньги возвращаются к артисту. И сам артист контролирует всю индустрию вместо могущественных посредников.